Всем привет! На связи Роман Селихудинов. Вашему вниманию я представляю видео урок из курса быстрое обучение системе Компас 3D. Этот видеокурс бесплатный, если у вас еще нет доступа к нему, то в описании к этому видео будет ссылочка. Переходите и получайте доступ к данному видеокурсу. Желаю вам приятного просмотра. Это видеокурс быстрое обучение системе Компас 3D. Мы с вами продолжаем. В этом видео создадим деталь-корпус. Данная деталь сейчас на вашем экране. После создания данной детали мы будем выполнять ее ассоциативный чертеж. Если вы хотите попробовать создать данную деталь самостоятельно, можете нажать на паузу, сделать скриншот и попробовать ее создать. Ну а если вы создаете со мной, то сейчас я покажу ход построения. Первым делом мы с вами выдавим основание. Далее мы с вами выдавим вот этот элемент. Затем создадим отверстие. Отверстие с зенковкой будем создавать. Далее создадим отверстие с циковкой в центре. Создадим массив отверстий и выполним две фаски на центральном отверстии. А вот такой ход построения. Прежде чем мы начнем, хочу вам порекомендовать новый видеокурс создание трехмерных моделей и чертежей в Компас 3D. В данном видеокурсе мы будем создавать модели с помощью основных фармообразующих операций и также создавать чертежи в соответствии с ЕСКД. Для подписчиков действует специальная цена. Подробности в описании. Приступим. На панели системно нажмите по кнопке создать и выберите новый документ деталь. Основание будем создавать с помощью команды элемент выдавливания. Давайте запустим данную команду с панели элементы тела. Эскиза у нас нет. В самой команде создадим эскиз. Нажмем по кнопке создать эскиз и выберем плоскость XY для создания первого эскиза. Нажмите левую клавишу мыши. В контекстном меню выберите команду прямоугольник. Сейчас можно нажать правую клавишу мыши, так аккуратно, чтобы ничего не сместить. И здесь выберем прямоугольник по центру и вершине. Ну и давайте укажем центр прямоугольника в точке начала координат. Далее запустим команду авторазмер и укажем размеры. Ширина 50 миллиметров, ну а длина 120. Эскиз готов. Выйдем из режима эскиз. Нажмем по кнопке. Поле расстояние активно. Курсор туда не ставим. Пишем 12. Нажимаем колесико мыши и посмотрите первый элемент создан. Далее продолжаем. Команда активно. Опять же нажмем по кнопке создать эскиз. Мы сейчас создадим эскиз, а после его выдавим. Эскиз будем создавать на верхней грани. Кликнем по этой грани. Мы перешли в режим создания эскиза. Запустим команду окружность. С панели геометрия запустите. Центр окружности будет в точке начала координат. Произвольно создаем. Далее запустите команду авторазмер. Укажем диаметр окружности 50 миллиметров. Ну и сейчас нам нужно запустить команду отрезок. Создадим первый отрезок. Поднесите курсор к окружности. Вот привязка сработала. Кликнем. Далее ведем вправо горизонтально. И чтобы нам здесь вот горизонтальность поймать, давайте нажмем клавишу F8, то есть включим ортогональное очерчение. Также ортогональное очерчение можно запустить с панели быстрый доступ. Поднесем курсор. Привязка сработала. Кликнем. Посмотрите. Отрезок создан. И еще один отрезок создадим ниже. Опять же поднесли курсор к окружности. Кликнули. Ведем вправо до пересечения. Вот привязка сработала. Все. Кликнули. Запустим команду авторазмер. Укажем размер между этими отрезками 40 миллиметров. Чтобы эти отрезки были симметричны, давайте проставим еще один размер от верхнего отрезка до точки начала координат. Вот этот размер должен быть 20. Но мы поступим по-другому. Давайте кликнем сюда. Здесь впишем не значение 20, а посмотрите. У этого размера переменная V37. Вот мы сюда напишем V37 деленно на 2. И посмотрите. У нас также значение получилось 20. То есть если в дальнейшем здесь будет значение 30, то этот размер будет 15. Всегда будет половина. Вот таким образом мы записали. В принципе эскиз готов. Если у вас 19 версия и выше, то можно выдавливать эскизы, которые имеют несколько областей. Если у вас более поздняя версия, то вам придется вот это все усечь и вот эту вот часть выдавить. Выйдем из режима эскиз. Нажмем по кнопке здесь. У нас сейчас сечение эскиз 2. Давайте удалим. Автоматически включилось создание тонкостенного элемента. Также удалим. Ну и сейчас укажем, какие области нам нужно выдавить. Кликнем по этой области. Вот посмотрите. Именно эта область сейчас будет выдавлена. Поле расстояния активно. Впишем 38. Больше ничего не нажимаем. Следующая команда, которую мы будем запускать, это будет команда отверстия. И смотрите. Давайте запустим команду отверстия. Больше тут ничего не делаем. ОК. Ничего не нажимаем. Запускаем команду отверстия простое. И посмотрите. Элемент создался автоматически. То есть лишний раз ОК не нужно нажимать. Мы с вами запустили следующую команду. И та команда завершилась с созданием. Сейчас мы с вами создадим отверстие зенковкой. В заголовке окна параметров выбираем отверстие зенковкой. Ну и давайте укажем диаметр. Поле диаметр активно. Напишем 8. Далее глубина выбираем через все. Зенковка. Здесь выбираем по глубине и углу. Глубина по чертежу 1,6. Угол 90 градусов оставляем. То есть фаска будет 1,6 на 45. Сейчас укажем грань, на которой нужно расположить отверстие. Кликнем по этой грани. Посмотрим на объекты. Объекты выбраны не те. Объект 1 вот это вот. Ребро нам нужно это. Заменим его. Вот где объект 1. Кликнем в это поле. Укажем вот это ребро. И здесь расстояние впишем 15. Далее объект 2. Давайте кликнем в это поле. Укажем вот это ребро. Вот объект 2. Циферка 2. Здесь размер 13. То есть все размеры из чертежа. В принципе все готово. Давайте нажмем колесико мыши. Посмотрите. Отверстие создано. Команда активно. Создадим еще одно отверстие. Отверстие с циковкой. В заголовке окна параметров. Выберем отверстие с циковкой. Поле. Диаметр активно. Пишем 16. Далее давайте укажем грань, на которой будем располагать отверстие. Глубина. Через все. Циковка. Давайте зададим. Диаметр циковки 30. Глубина 20. Enter я нажал. Фантом изменился. Ну и сейчас размещение. Перейдем сюда. Выберем. По координатам на плоскости. Отверстие должно быть в центре. Поэтому координата по x и координата по y будет 0. Вот таким образом. В принципе все готово. Следующая команда будет массив по сетке. Поэтому ok здесь не нажимаем. Запускаем команду массив по сетке. Посмотрите. Команда отверстие 2. Вот он. Отверстие 2 создана. Команда здесь прописалась. Вот таким образом можно не завершать команды клавиши ok, либо колесико мыши, а запускать следующую. Ну и сейчас мы с вами создадим массив по сетке. Какие объекты давайте укажем по этому отверстию. И посмотрите. Мы с вами уже видим, что идет создание отверстия. Но направление выбрано неверно. Давайте где направление 1. Кликнем сюда. И в качестве направления укажем вот это ребро. Далее. Экземпляров по направлению здесь стоит 3. Пишем 2. Ну и расстояние между ними давайте впишем 90. Я нажимаю Enter. Вот фантом изменился. Далее. Направление 2. Кликнем сюда. Укажем вот это ребро в качестве направления. Количество экземпляров сделан 2. Посмотрите. Фантомы появились, но копирование идет не в ту сторону. Вот где расстояние. Нажмем по кнопке сменить направление. И здесь расстояние укажем 24. Я нажимаю Enter. Фантом изменился. В принципе все готово. Далее мы будем создавать фаску. Поэтому где скругление раскроем список. Выберем команду фаска. И команда массив по сетке завершилась с созданием. Далее. Фаска. Давайте укажем 1.6. На 45 будет фаска. Укажем 2 ребра. Вот кликнем первое и второе. Нажимаем колесико мыши и закроем команду. Все. Деталь готова. На панели быстрый доступ. Нажмем по кнопке скрыть все вспомогательные объекты. И давайте свойства зададим. Правой клавишей кликнем. Выберем свойства моделей. Поле наименования активно пишем корпус. Далее обозначение кликнем сюда. Базовая часть впишем rms.2023.20.01. Вот такое обозначение впишите. rms.2023.20.01. Далее. Давайте кликнем куда-нибудь сюда. Материал сталь 10. Оставляем данный материал. И отображение вот сюда кликнем. Выберем другой цвет. Выберите какой-нибудь цвет. Я выберу вот этот. Нажимаем колесико мыши. Посмотрите. Свойства детали мы с вами задали. Деталь готова. Сейчас осталось ее сохранить. На панели системно нажмем по дискетке. Имя файла уже прописано. Корпус. То есть наименование и обозначение. Нажмите сохранить. На этом все. Если видео вам понравилось. Обязательно поставьте лайк. Поддержите данный ролик. Ну а я жду вас в следующем уроке. Субтитры сделал DimaTorzok